МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Овсянников, Овсянников. А ведь я знал этого инженера Овсянникова. В августе 41-го осудили за подготовку теракта против Гаримана. У американского посла? Он тогда был спецпредставителем их президента на переговорах по Ленд-Лизу. Часто Гариман был в Урманске? Насколько я знаю, ни разу. Здесь летом 41-го форменная шпионская ликорадка была, так что инженер вполне мог попасть под волну. Приехали, товарищ полковник. По всей видимости, здесь. Гражданочка, не подскажете? Овсянников, вы здесь жили? А вы кто такие будете? Из манкобатома. Да как кто же вам из них нужен-то? Ирина Ивановна аж до войны померла. Это мужа ейного инженера в 41-м посадили. А на сынка их, почитаю, с годом похоронка пришла. Одна только Людка, невестка и осталась. Где нам ее найти? К известной гею. В интерклубе. Знаешь, где это? Знаю. Пошли. Смотри, популярное местечко. Ну, не то слово. Будем прорываться. Добрый вечер, товарищ полковник. Сегодня в зале интернационал, поэтому вход только по приглашениям. Капитан, нам только с Южиной поговорить и все. Дело государственной важности. Товарищ полковник, тут все хотят с Южиной поговорить. И у всех к ней дело. Капитан, ты меня, наверное, не понял? Товарищ полковник, я вас понял. Ну, вход только по приглашениям. Или получить спецразрешение у полковника МКВД Тимошина. Ну, пойдем, пойдем. Хорошо. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не, ну ты видел, рожа холусткая. Ну куда идём-то? Ну, поверишь, мы молодостью только так в кино и попадали. Давай. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А хорошо поёт. Главное, чтобы нам хорошо спело просунулось в ёкро. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А сейчас наш замечательный оркестр исполнит джазовую импровизацию. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И где наша мадам? Ни у что она не сделала? Ну, судя по ботинкам, нет. Она же не могла пойти в концертных туфельках гулять по-мурманску. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дамочка, увастите сигареты. Курить в реагном? Это грубо, дамочка. Придется тебя наказать. Гоните бабки, а лучше валюту. Товар покажи сначала. Мы тебе камень кидали. У нас и да, все точно как в аптеке. У меня тоже. А это сколько? Да, две баночки. А где вы купите воздуха? Товарь, две баночки. Вот жигни, да стукануло. Чего, волныны? Иначе едем же! Отпускайте стволы! Чего, глотые? Ничего себе! Ты что? Интересно, это он попал или ты? Вот странный ты человек, Соборов. Я, конечно. Спасибо тебе, в самом отличие. Тогда официальный тундерстыв мне помог, теперь моя очередь. Вводим квиты в Ленинград. Я надеюсь, вы отдаёте себе отчёт, что по законам военного времени за махинации с продуктами, за незаконные операции с валютой к вам могут применить самые строгие меры. Вплоть до... В общем, сами понимают. Да-да-да, я всё, я всё понимаю. Я всё чистосердечно вам расскажу. Это само собой. Понимаете, после того, как муж погиб, мне очень тяжело пришлось. Разве на боёк проживёшь? Ну, вот и... Ну, про вашу горькую долю вы нам потом расскажете. У нас... Мы хотели поговорить о вашем свёкре. О свёкре? А я в прошлый раз исследователю всё рассказала, всё, что знала. Так уж и всё. Да. Ну, если что-то нужно, я спрашиваю, я, может быть, что-то ещё сполню. Как вы думаете, инженер Овсянников осуждён справедливо? Откуда мне знать? Он вообще был человек очень резкий. Его даже начальство побаивалось всё, что сразу правду матку резал. То есть он пострадал из-за своего характера? Его оговорили. Почему вы так думаете? Мне следователь показывал заявление Шабловского. Там было сказано, что свёкра заказывал у него взрывчатку. Кто такой Шабловский? Да никто. Шабловский просто бухгалтером работал. Он на свёкру приходил в шахматы играть. Прямо-таки только в шахматы? Нет. Он вас домогался? И вы ему отказали? Овсянников знал об этом? Да. Они даже подрались. И свёкру распустил его с лестницы. После этого Шабловский к нам больше не приходил. Остаётся выяснить, откуда у бухгалтера такие познания в химии, чтобы изготовить взрывчатку. Случайно не знаете? Нет. Ну, это мы как-нибудь сами узнаем. А что будет со мной? И всё, честно-сердечно. Ну, это будет решать Александр Матвеевич. Александр Матвеевич. Продукты в больницу отнесите. Спасибо. Неустанный труп – первый закон искусства? Угу. О, налегаешь на яблоки – это хорошо. Тебе сейчас витамины нужны. Да курить хочется, сил нет. Вот уже и даю. Овсянников? А как же Никифоренко? Никифоренко – несчастная баба. Попросила её отпустить к больной матери, а в порту план горит. Плюнула, уехала самовольно. На неё сровпланы списали. Страшно, конечно, но к нам никакого отношения не имеет. А вот Овсянников твой – клиент перспективный. Так. На него написал донос некий Шабловский, который находится в заключении. Зачем ему это, я не знаю, но, вероятно, для того, чтобы скостить себе срок. Ты Шабловский тоже осужден? 129-я статья. Заключение заведомо невыгодно сделано для государства. Получил по максимуму отбывать срок где-то от кандалакшей. Значит, тоже по уголовной. Ладно. Меня вот смущает только одно. Как следователи могли поверить в то, что обычный инженер-путейец Овсянников пошёл к простому бухгалтеру Шабловскому, чтобы заказать у него бомбу? Ну, учитывая прошлое простого бухгалтера Шабловского, ничего удивительного? Шабловский Андрей Станиславович. В октябре 1908 года отчисленность четвёртого курса химико-инженерного отделения Саранского политехнического университета в связи с подозрением в связи с боевой организацией социалистов-революционеров. Неплохо, да? Да. Думаешь, сможем кого-то найти, кто с ним был знаком в те годы? В Саранске живёт его бывший наставник, профессор Граве. Невероятно. Мы с Кириленко целый день носились хвост трубой, а ты, по-моему, ещё ручки и телефоны сделала в разы работу больше, чем мы. Потому что я лучше? Да? Да. Так, стоп. Откуда сие? Ну, кое-что случилось. Серёж, давай ты, как любящий муж и будущий отец, пообещай, что без особой надобности на рожон лезть не будешь. Без особой надобности не буду. Я обещаю, что первым рейсом полечу в Саранск. Буду вести себя там хорошо вместе с профессором Граве. Граве. Запор, ты дурак. Ну, поцелуй тогда, дурак. Какой я ловкий. И удачливый. Это меня беспокоит. Ты слишком веришь в то, что неуязвим. Удача может отвернуться и тогда. И что тогда? Раньше ты говорила по-другому. Тогда тебе это было необходимо. Ты нуждался в этом, как в микстуре. Любое лекарство хорошо в меру. Ты считаешь, что я не чувствую мера? Ты как берсерк. Несешься в бой на римские легионы, не чувствуешь ни боли, ни опасности. Ну, благодаря этому они почти всегда выигрывали. А во-вторых, если верить истории, они пьянили себя всяким зельем. Меня пьянит только одно. Точнее, одно. Лагерная охрана – это не римские легионы. И даже не смерч. Они меня беспокоят меньше всего. Ты остаешься за главного. И если ты так будешь переживать, это может навредить делу. Не беспокойся за меня. Все будет работой, как часы. Лаури. Все, как ты любишь. Сахара немного. Да, действительно, немного. Да, действительно, немного. Музыка. Музыка. Глянь. Кто это? Девочки, сейчас. Подождите. Здравствуйте. Могу я вам чем-нибудь помочь? Да, еще профессора Грава. Мне сказали, что он здесь. Юрий Соломонович сейчас занят. Отведите меня, пожалуйста, к нему. Понимаю. Сейчас я его позову. Юрий Соломонович? Здравствуйте. 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 Это вы меня искали? Да. Полковник Собуров. Профессор, простите, что отвлекаю вас от работы. У меня буквально два вопроса к вам. Грава Юрий Соломонович, чем могу служить? Андрюша был необычайный талант. А вкупе с усердием и двознательностью это обещало грандиозные тесты. Здравствуйте, Юрий Соломонович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ко второму курсу, когда все это закончилось столь бесславно, я не задумываясь поручил бы ему лабораторию. Да вы что? Неужели был такой талантливый? Он же не работал, он творил. Не боялся рисковать, не боялся ошибиться. Не столько знал, сколько чувствовал. Но, я понимаю, вас больше интересует его общение со взрывоопасными веществами. Не так же. Ну, разумеется, профессор. Гений. Гений, погубленный политикой. Нет, тогда он мог собрать адскую машину, подобрав ингредиенты в детской песочке. Нет, я, я утрирую его, разумеется. Но от истины недалеко. Вот этим даром и воспользовались господа эсеры в своих интересах и во взгляд всей русской науки. Я надеюсь, помог вам. Безусловно, профессор. Спасибо вам большое. Разрешите идти? Конечно. Благодарю. Игра. Не забывайте. Вот такое. Игра. Игра. Не разрешите. Не разрешите. Глуши мотор, переходим на весло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как слетали, товарищ полковник? Я скажу по дороге. Не возражай я тебя за руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, конечно. Граф все-таки подтвердил наше предположение. Тарнин действительно нужен Шабловский. А дело Овсянникова ему нужно было только для того, чтобы определить местонахождение. Значит, работаем с Шабловским, агитируем на сотрудничество? Ну, только аккуратно. Главное, не перегнуть. Само собой. Он идет нам навстречу, мы ему треть срока долой. Восемь лет целая эпоха, особенно если тебе за сорок. Вот этим и займешься. Нам нужно точно знать, в каком лагере находится Шабловский. Тар не будет наблюдать за лагерем. Нужно, чтобы никто, кроме ночлега, не знал, что к ним в гости пожаловал СМЕРШ. Кого с собой возьмешь? Будничного? Лучше вам. Ну, мы с ней сработались и сдружились. К тому же, если Тар не наблюдает за лагерем, то женщины будут выглядеть менее подозрительно. А легенда придумаю. Добро. Вниманию осужденных и персонала, в связи с возросшим количеством случаев дизентерии и других желудочно-кишечных заболеваний, на территории учреждения будут проведены соответствующие санитарно-профилактические мероприятия. КОНЕЦ Ничего не понимаю. Зачем было устраивать этот цирк с эпидемией? Сказали бы сразу, что вам нужен ЗК Шабловский. Товарищ майор, если мы что-то делаем, значит, на это есть соответствующие указания. А если вы невнимательно прочли предписание, потрудитесь прочесть еще раз. Особенно последние две строки. Оказывать всяческое содействие, беспрекословно выполнять. Вот именно. Выполнять. Если можно, побыстрее. Разрешите приступить? Рот, язык, вперед. Жалобы есть? Фамилия? Иванько. Рот, язык. Болит что-нибудь? Ой, болит, милая. Что именно? Рука правая аж пальцы сводит. Ну, заткнулись, вашу мать! Фамилия. Хренов, милая. Рот, язык, вперед. Боря, сука. Жалобы есть? Фамилия. Фамилия? Шабловский. Этого к доктору надо. Осужденный Шабловский, шаг из строя. Рот, язык. Ко мне веком марш. Фамилия? Есть жалобы? Есть. Это во второй корпус отъедешь. Да я сам ислешь, что могу. Дорогу знаю. Поговорим мне еще. Жалобы есть. Пошел. Рот, язык, фамилия. Я знаю, ничего не болит. Рот, язык, фамилия. Кот. Что-то я вас, гражданочки, не пойму. Битые часы вокруг меня хороводы уводите. Я толком так и не сказали. Чего надо-то? Мы обязательно скажем. Но сначала мы должны получить ваше принципиальное согласие на сотрудничество. Что-то захотели. Меня ни в белой контрразведке не раскололи. Ни в вашей конторе. А уж местный кум сколько зубов от меня обломал. Можете сами у него спросить. Мы спросили, он подтвердил. И все-таки наше предложение остается в силе. Ну, а чем покупать будете? Перережим, Ундо или помиловка? А вот это будет зависеть исключительно от вас. Нет уж, увольте. Лучше я свой червоин сипять по рогам честно отмотаю. Чем чекистской сукой заделаюсь. Не хотелось вам говорить, но в случае вашего отказа... Да чихать я на вас хотел. Хоть час меня веди и расстреливай. Конвой! Повести. Стой! Руки засмело. Пошел. Серега, принимай. Месячный брук паёк, на всех нас троих водоварил. Порода сбежала из жутка, когда узнали, что машина пришла. Ну-ка давай, чё тут в этот раз? Ух ты! Прям ассортимент. Ну, а я про что? Чуть не подавили друг другу окошко. А это чё такое? Сыр плавленый. Саня Стариков открыл, воняет жуть. Ну, вкусно, зараза. Лея не должна очень понравиться. Да не переживай ты. Справится она. Подполковник Собуров. Слушаю. Соединяйте. Шабловский наотрез отказался идти на контакт. Что значит отказался? Что вообще за разговоры? Лена, ты не девочка, а битурентка. Ты профессионал. И должна понимать, что это не неудача, а просто небольшая заминка. Если он завтра не будет нашим, мы с будучи с ним вылетаем и доделаем начатое. Всё. Серёга, ты мне, конечно, извини, ты не слишком. Она всё-таки... Что она всё-таки? Ты что, Лену не знаешь? Сейчас только так с ней нужно. Не волнуйся. Кутру найдёт решение. Ну, вот смотри, хороший. Он не нравится. Платочек, платочек! Ну, чё, дело к победе, раз пиво начали продавать, а? Ну, давай. Жара. Что там? Пока всё тихо. Ничего особенного не происходит. Начальник лагеря и прочая администрация на месте. Надолго не отключались. Рукость. Рукость. С представительных никого. Доставляли продукты. Медики работают. На территорию визжали только они. Автомобили принадлежащие по колонии. Дану, хотелось какой-то конфетики. Как выявить и обозначить человека, которого ты не знаешь? Ждеться всё будет. А если чекисты решат задачу раньше нас, поймут, кого мы ищем? Ну, это невозможно. Забаров не господь бог. Контрразведка заглотила наживку. Сейчас они впоследствии будут штудировать подложные документы. А у нас есть несколько дней. Продолжайте наблюдение. Продолжайте. Продолжайте. Лия. Утро вечером утреннее. Попробуй уснуть. Второй час уже. В какой-то веке, наверное, что-то серьёзное. Я всё угробила в первый же день, как практикантка какая-нибудь. Ты куда? Пойду воздухом подышу. Козырей у нас никаких, Варь. Куда вы дальше карьера? Никуда. Расстреливаете. Расстреливаете. Совершенно нас не боится. Или научился страх за пазуху прятать. Тогда может с этой стороны подумать, кого он боится, чего на этом и сыграть. Ахиллесова пита есть у каждого. Ахиллеса, Ахиллеса, СССР валют лес. Ну, предположим, сидит он по уголовке, не по политике, живёт неплохо, а колония воровская. Чёрт, как я раньше до этого не додумалась. За доблест на высокие производственные показатели, регулярное перевыполнение плана и оказание помощи администрации лагеря. Объявить благодарность с занесением в личное дело заключённому Шабловскому Андрею Станиславовичу. В качестве поощрения на знак... Ты чё, Чавва, где я, где план? Я тут не приделал. На работу в лагерной группе... Так глядим. Примировать комплектом шерстяного белья и переводом на усиленное четырёхразовое витаминное питание. Стойте. Ну? Да, вчера две барышни-врачи приезжали. Разговор разговаривали по душам с ночлагом в комнате. А потом Шабловского на осмотр привели. Но, правда, и других хватили. О чём разговоры? А я знаю. Утром майор приказ велел опечатать. Но потом что? Сам слыхал. И я, кстати, на твоём месте крепко бы подумал. Прежде чем с бухгалтером. Дело какое иметь. Да ты мне советы не давай. Эй, скурился бухгалтер? Говори, как есть. Что знаю, то и сказал. А дальше сам кумекай. Ладно. Покумекаем. Не курите здесь, пожалуйста, Андрей Станиславович. Книги этого не любят. Добрый день. А где же он добрый-то? В таком случае от вечера вам радости ждать точно не приходится. А утро, я так понимаю, вы и не убедите. Толкающе было. Воры решили, что вы с комом дружбу завели. Я? Да зачем мне это надо-то, а? Ну, вы сами подумайте. А мне думать не об чем. Моё дело-то десятое. А вот на вашей месте я бы всерьёз призадумался, что сказать своё оправдание по возвращению в барак. Рад был с вами поболтать. Живей, идём! Не спать! Шириша! Все-таки, мне кажется, ты слегка перегнула палку. Ты сейчас о чем? Ты не подумай. Я все понимаю, Шабловский это преступник, без сомнений. Но он все-таки человек. И у него есть своя правда. Если он откажется, его убьют. Не откажется. Не должен. А что до остального нам нужно спасти Мурманский порт. Этот груз ждут на всех фронтах. Он просто необходим для победы. И ради этого я… Я через сотни таких Шабловских переступлю. Да. Да. Рахаид. Андрей Станиславович, рад вас видеть. Присаживайтесь. Может, чаю? Нет, благодарю. Я не знаю, какие там у вас планы. Но если я остаюсь в лагере, изолируйте меня и дайте охрану. Вы не останетесь в лагере. Если, конечно, согласитесь с нами сотрудничать. Я согласен. Конвой. Телефон в кабинете ночлага есть? Так точно. Останетесь здесь с врачом и заключенным. А я к ночлагу. В комнату никого не впускать и не выпускать. У Зака Шабловского очень серьезное и заразное заболевание. Будем изолировать. Путро доброе. Вот хотела. Чанчик прикупить. Мне посоветовали. Телефон в доме. Это же настоящий шип. Это совсем недорогая. Это не только так. Путро доброе? Вот хотела. Чанчик прикупить. Мне посоветовали? Присмотри, пока. Что это, а? С утра вроде были деньги. Мы же договаривались. Мне нужен Морфий. Мне тоже много чего нужно. И ничего, терплю. И ты, брат, терпи. Смотри, сколько тебе привалило. Что-нибудь придумаешь. Забирай и отваливай, а то… Что а то? А то без ничего останешься. Думаешь, я не знаю, для какой конторы так сахар фасуют? Это же для лагерной столовки. Так что ты, милый человек, расхититель получаешься? Ты, ты падла. Кто ты получаешься, а? А что я, перекупщик? Несознательный элемент? Таких наша власть шибко не наказывает. Так что идти к своим не советую. И к блатным нет резона. Узнают, что ты так рысядничаешь. Самого на тушенку пустят. Ну вот, другое дело. И ты это, если еще чего надумаешь, приходи, только за деньги. Про марафет забудь. Здесь тебе никто его не достанет. Ой, мужчины вернулись. Ну, посмотрите, какие у нас фасоны. Да пошла ты. Да. Гражданин, я? Да ты, вы не бойтесь, что вы так, я не из-за НКВД. Меня ваши темные дела не интересуют. Простите, но… Я же вам говорю, меня ваши темные дела не интересуют. Но, мне кажется, нам есть с вами о чем поговорить. Как говорится, тет-а-тет. Ой, извините, я у меня… Встал! Пшу! Стоять! За мной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Лицом к стене! Заключение Шабловцки доставлено. Заходи. Садитесь. Здравствуйте, Александр Матвеевич. Здравствуй, Алеша. Ну давай, холостынь. Все путем? Надеемся. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Алеша. Ну что, на каком этапе? Готовим Шабловского к внедрению. Пока все неплохо. Отлично. Давайте доедем к Лене, посмотрим, что там и как. А я пока с местным начальством поздороваюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз, Андрей Станиславович. Кто это? Моя сводная сестра, Пономарева Юлия Станиславовна. Отец один, матери разный. Родилась в апреле двенадцатого в Орле. В тридцать четвертом переехала в Мурманск. Оттого и перебрался на север, чтобы быть поближе. В этот момент понимаешь, что самое важное – это семья. И будьте максимально осторожны. Тар не проницателен, но отказать вам вообще не с сестрой. Он не может, если вы поставите такое условие. Связь будем держать через нее. Понял. А где ваша настоящая семья? Долгая история. Мы не торопимся. Моя жена и сын ушли от меня в Астрахани в ноябре двадцатого. Эмигрировали? Умерли от ТИФа. Соболезную, извините. Она была партнихой, очень хорошей. Раньше таких называли модистками. А моему сыну было всего шесть лет. Когда он… Не приведи господи, переживем когда-нибудь такое, товарищ майор. Кофе. Осторожно, горячий. Целую вечность не пил кофе. Как будто это было в другой жизни. А вы знаете, моя жена Сашенька обожала крепкий кофе. Сама всегда заваривала. А когда носила под сердцем Кулю, разумеется, пришлось отказаться. Мы стали заваривать цикорий. Я так его хвалил. Хотя хуже напитка не придумаешь. А что беременным нельзя кофе? Боже упаси. Равно какао, шоколад. Переизбыток кофеина – это такой алкалоид, открытый еще Феринаном Рунге, который может привести просто к выкидышу. Вы разве не знали? А что еще? Ну, какие продукты не стоят? А какой у вас срок? Что? Я не для себя. Хуже всего яйца. Сырая рыба, парное молоко, устрица, сыр ракфор, моржовое сало. Вам не хорошо? Нет, просто воздух спертый. Давайте продолжим. Не стрелять! Брат живых! Не шевелись, не шевелись. Не шевелись, все хорошо. Все хорошо. Вызовите врача, быстро врача! Его надо взять. Тихо, тихо, тихо. Они без меня справятся, они без меня справятся. Будничный его возьмет. Все нормально, все хорошо. Все хорошо. Не шевелись, все нормально. Работки, стой! Стоять! Стоять! Можно я его в ногу? Иначе у нас всех положат. Я сам тебя сейчас положу. Вперед! Прокололся. Так глупо. Заболтал он меня, усыпил бдительней. Никогда подобного не было. А это вот такое. Тихо, тихо, тихо. Не разговаривай. Тебе надо беречь силы. А знаешь, ты был прав. Надо было уйти с работы. Размякла я, а тут остальное надо быть. Ты знаешь, я… Я когда падала, я успела бы думать, главное не на живот. Упасть не на живот. И так оно и вышло. Все же будет хорошо, да? Да. У меня только… Только бок болит. И затылок немного. Я даже не чувствую. Значит, позвоночник в порядке. И живот. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Сережа. Сережа. Я держусь. Давай во вход. Я туда. Стрелять ты в меня не будешь, гражданин начальник. Верно? Потому как я тебе живой нужен. А я вот могу и выстрелить. Стой там, где стоишь. Иначе я финита ля комедия. А ты, по-моему, блефуешь, Садовский. В чем дело? Патроны кончились? Не подходи. Были патроны. Давно бы не уже подорожным на тот свет выписал. Я не шучу. Вален я! Стой! Ежики-кукушики. Ехали-ехали и приехали. Субтитры сделал DimaTorzok